Добрый день еще раз. Мы рады вас приветствовать на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – комплексные проекты на платформе AxelotX. Ведущей сегодняшнего вебинара буду я, менеджер по работе с клиентами Кисличко и моя коллега Оксана Кошелева. Также будут мои коллеги, ведущий консультант по ТМС направлению Александр Бахитов. Коллеги, добрый день. И ведущий консультант по ВМС направлению Антон Дегтярев. Здравствуйте. Напоминаю вам, что в конце вебинара и в течение вебинара вы сможете задать ответствующие вас вопросы, написав их в специальном акте панели управления. И также материал данного вебинара вы можете найти на канале Axelot на YouTube и на нашей странице Facebook. И также, соответственно, на сайте Axelot.ru. Давайте проверим звук. Если вы нас слышите, пожалуйста, нажмите на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти все у нас слышат, собравшись, у всех есть звук. Если у кого-то нет звука и какие-то есть проблемы, попробуйте зайти еще раз. Это должно решить данную проблему. Мы начинаем. План нашего вебинара будет построен следующим образом. Я вкратце вам расскажу о нашей компании, кто не знаком еще с нашей компанией, и о платформе X. Далее мои коллеги Антон и Александр более подробно расскажут о функционалах системы PMS, X4E, PMS, также это трион ESB и MQ. Наша компания уже больше 20 лет. Работаем мы с 1998 года на рынке. Имеем два больших офиса в городе Москве и в городе Киров. Штат сотрудников на два города более 200 человек. Основная сфера деятельности компании – это автоматизация процессов по слоцко-логистики, по транспортной логистики и также логический консалтинг. Самый спектр, который услуг мы оказываем, это автоматизация складской транспортной логистики, разработка и внедрение WMS, это WMS-систем. Почти что все наши проекты мы делаем под ключ, соответственно, поставляем все необходимое оборудование, которое необходимо для работы, для автоматизации, проводим логический консалтинг. Также после завершения проекта мы не оставляем своих клиентов один на один с системой, и для этого у нас имеется центр технической поддержки, который работает в режиме 24 на 7. Основные наши партнеры – это компания, соответственно, АТНС, в которой мы являемся партнером. Компания Gradum, которая специализируется на автоматизации бухгалтерского, финансового, налогового и торгового учета на базе систем класса ERP. Также наша партнерная компания Датарион, которая является разработчиком инновационного решения Датариона ESB и Датарион MQ. С помощью шины, которую они разработали, мы интегрируем систему между собой, что позволяет управлять данными в едином центре. Также наш партнер является компания Zektor, которая предоставляет оборудование, такие как терминал сбора данных, принтеры. Компания Extreme, которая поставляет рекомендационное оборудование и помогает нам в решении задач по решению Wi-Fi на предприятии. И также компания CityGit, которая, наш партнер, предоставляет фартографический сервис для системы TMS. Основные наши клиенты, показанные на слайде, это малая часть, но клиенты есть в различных сферах деятельности, начиная от торговых сетей, ЖКХ, 3PL, перевозки, дистрибьюции, абсолютно все производства, торговля, от мало до велика. Автоматизировали мы в свое время и большие предприятия, и малые предприятия, решали огромный ряд задач. Компания Axelot является разработчиком таких программных решений, как платформа AxelotX, на базе которой были разработаны два основных продукта компании. Это Axelot TMSX4 и Axelot WMSX5, о которых далее мои коллеги более подробных функционалов вам расскажут. Основные преимущества компании, это, конечно же, стабильность и финансовую устойчивость, которые мы заработали уже за более 20-летний опыт работы. Мы реализовываем более 100 проектов за год, имеются большие опыты по построению высоконагруженных систем и огромная торцевая экспертиза. Наши специалисты в штате, такие консультанты, архитекторы, разработчики имеют огромные компетенции, которые наработаны за это время, области логических процессов настройки или управления учетом. И также, как я уже говорил, у нас есть свой центр логической поддержки, который в режиме 24 на 7 готов помочь вам в совершении каких-то возможных проблем, либо если возникают какие-то вопросы после настройки системы. Далее я передам слово своему коллеге Александру Большителю, который более детально вам расскажет о системе PMS и ее функциональных возможностях. Александр, коллеги, добрый день. В первую очередь я хотел бы остановиться на самой логистической платформе, что это такое. Во-первых, хотел отметить, что все компоненты платформы Axelot X проектированы таким образом, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию между собой и также сквозное прохождение логистических процессов через все эти компоненты. События в процессах автоматизируемых одной системы свободно передаются в процессы, автоматизируемые в другой. Также логически все компоненты платформы построены так, чтобы функции в них не дублировались. Но как часто это бывает при использовании систем от разных разработчиков. Кроме этого, важным также аспектом является продуманная логика взаимодействия с ERP-системой от 1S. В платформу Axelot X также входит продукт от Rion USB, который организует взаимодействие между всеми ее программами, так и аппаратными компонентами в реальном времени. Это очень важный момент для нормального функционирования всей цепочки поставок. Важно это не только для обеспечения взаимодействия между Axelot WMS и Axelot TMS, но и для взаимодействия с самой ERP-системой, так как другие логистические функции по управлению запасами, управлению закупками, управлению продажами реализованы именно в рамках ERP-системы. Взаимодействие с оборудованием также возможно организовать посредством от Rion USB. Также еще хотелось бы отметить, что предусмотрен единый подход к пользовательским интерфейсам. Это достаточно небольшая, но существенная деталь, которая не только упрощает работу пользователей, но и минимизирует количество их ошибок. Детарион является масштабируемой и отказоустойчивой платформой для управления корпоративными данными, реализующей единую сервис-ориентированную инфраструктуру. Логистический контур X входит в следующий функциональный компонент. Во-первых, это DETRION USB, программный продукт класса Enterprise Service Bus, предназначенный для организации взаимодействия в реальном времени приложений, используемых различные стандарты и технологии взаимодействия, построенные по разным принципам. А также DETRION MQ, это также программный продукт уже класса Message Aquain Service, предназначенный для простой интеграции нескольких систем между собой. Также DETRION MQ создан на базе DETRION USB. На слайде представлены различия этих двух продуктов. По сравнению с DETRION USB, предназначенным для создания полноценной отказоустойчивой инфраструктуры уровня предприятия, DETRION MQ решает более локальные задачи по обмену данными между двумя-тремя системами. Соответственно, коллеги, здравствуйте, меня зовут Терех Антон, я продолжу. С точки зрения взаимодействия подсистем DETRION ESB MQ с 1С, используется встроенная система 1С ESB, которая встраивается в прикладное решение, не требует снятия с поддержки основной конфигурации и позволяет, собственно, настраивать необходимый объем обработчиков для передачи используемых классов информационных сообщений через единый центр управления. Соответственно, оплатка кода при разработке может производиться через центр управления, и который поставляется в рамках программного пакета DETRION. Значит, здесь идея заключается в том, что одинаковые подсистемы встраиваются во все решения на базе 1С, будь то WMS X5, WMS X4 и любая ERP-система на базе 1С, что обеспечивает общую методологию разработки и возможность адаптации, собственно, обработчиков к различным системам. Далее передаю слово. Да, обратно мне. Уже поговорим более подробно о возможностях системы. Начнем с возможностей TMS X4. О самой системе. Сама система, она комплексная, содержит в себя три основных модуля. Это управление перевозками, управление собственным транспортом, а также спутниковый мониторинг, который в себя даже включает использование Android клиента. Все эти комплексы максимально позволяют решать задачи по уменьшению затрат на перевозки, по уменьшению затрат на содержание собственного парка, ну и также предусматривает использование современных гаджетов и современных технологий для автоматизации управления перевозками. Компания предназначена как для производственных компаний, так и для экспедиторских компаний и для дистрибьюторов. Реализовано достаточно большое количество проектов в каждом секторе. С чего хотел начать по функциональным особенностям, это с учета заявок непосредственно. То, с чего начинается наша перевозка. Все заявки в системе могут быть разделены на три основных типа. Это, конечно, заявка на перевозку груза. И дополнительно реализованы функционалы по учету пассажирских перевозок и заявок на спецтехнику. Если говорить о особенности каждого типа заявок, то по управлению перевозками груза заявки могут содержать в себе информацию по инкафарте, если имеет место быть. Также учет старых предусмотрен. Обязательная работа с мультимодальными перевозками. Расчет стоимости доставки, как и предварительный для клиента, так и уже по каждой заявке непосредственно отдельно. Реализован дополнительный учет взаимодействия с заказчиками непосредственно. Это поэтапная оплата заявки, использование авансов платежей, также учет оплат по каждой заявке и учет даже дебиторской задолженности заказчика. Все заявки могут контролироваться на основании произведенных действий в системе, тем самым предусмотрен контроль статусов исполнения заявки. Если говорить о перевозке пассажирских, точнее перевозках пассажиров, то здесь учет и расписание маршрутов предусмотрен. И также учитываем расход топлива на исполнение таких заявок, аналогичный по спецтехнике, выработка спецтехники, также учет количества часов работы. Это все реализовано в рамках модуля управления заявками. Что касается планирования рейсов, планируем рейсы также в несколько этапов с учетом использования разных транспортных средств. При планировании рейсов используем достаточно большое количество критериев планирования. Это как временные окна доставки, так и доступные геозоны для транспорта. Помимо этого в системе реализовано учет пропусков на въезд в зоны Москвы, зонам КАД, третье транспортное кольцо, садовое кольцо непосредственно. Также реализовано планирование с учетом статистики по пробкам в разрезе каждого дня недели. Учитываем графики работы водителей. Это все непосредственно реализовано в системе в блоке уже планирования рейсов. Планируем рейсы также мы, как на реальные транспортные средства, если мы используем наемный парк, то также планируем и на виртуальные транспортные средства, а в дальнейшем используем функционал по тендеру. То есть даем возможность работать и даже в системе нашей под урезанными правами для перевозчиков, которые уже сами непосредственно вводят всю информацию по своим предложениям. Следующий блок – это исполнение рейсов. Тут уже достаточно большое количество сценариев работы с рейсами, с маршрутами. Во-первых, самое наиболее используемое – это использование мобильного клиента. Здесь уже водители сами отмечают по каждой точке все выполненные работы. Будь это погрузоразгрузочные работы, будь это передача денежных средств, конкассации, учет тары. Дополнительно отчитываются по всем допработам, которые были произведены в дальнейшем. Мы также можем собрать аналитику по допработам и ввести свои финансовые показатели по выполненным рейсам. Помимо этого, мы всегда используем данные по спутнику мониторингу, то есть это телеметрические системы, которые нам позволяют учитывать и отслеживать передвижение транспорта, также учитывать всю информацию по датчикам, будь это открытие дверей транспорта непосредственно слив топлива, либо залив, ну и также датчики, конечно, по учету самого, по самому, точнее, топливу. Помимо этого, диспетчер имеет возможность, конечно, и самостоятельно фиксировать всю информацию по движению рейса, опять же, при получении данных от перевозчиков, контролировать доставку всех товароспроводительных документов. Это все реализовано уже в блоке исполнения рейса. Если говорить об управлении транспортом, то, конечно, по транспорту мы принимаем в учет собственные транспортные средства, отслеживаем их выработку, выписываем путевые листы. Путевые листы мы можем выписывать как и на грузовой транспорт, так и на спецтехнику, и легковые транспортные средства. Также функционал по учету путевых листов подразумевает выписку путевых листов не только на один рейс какой-то, а на несколько рейсов, если, например, водитель делает квадратные рейсы. Это также реализовано. В блоке управления транспортом входит не только учет самих транспортных средств и топлива, но и также учет ремонтов, учет частей. Это также дает нам возможность ввести прозрачный разрез по финансам, учитывая работы по ремонту, а также амортизацию транспортных средств на основании уже пройденных маршрутов. Тем самым мы уже получаем реальную стоимость перевозки, и тем самым мы можем сравнить наши доходы и расходы непосредственно по каждой заявке отдельно. И тем самым мы имеем инструмент, позволяющий регулировать финансовую составляющую по управлению заявкой. Как я и говорил, в системе реализовано проведение ремонтов учитывается как и мелкий ремонт, и так и реализован функционал по предварительным техническим осмотрам транспорта. Также мы собираем статистику и по выработке транспорта, и по заданным временным интервалам. Реализовано несколько рабочих мест, это как по планированию ремонтов, так и по управлению непосредственно самими ремонтами. Как я и говорил, в системе реализован достаточно мощный блок по управлению затратами, как по расчету, так и по распределению. Ну, конечно, в первоначале мы фиксируем плановые доходы по заявкам, в дальнейшем уже мы рассчитываем наши расходы, расходы рассчитываются как и до момента исполнения рейса, то есть плановые расходы, и уже по факту фактически собираем как прямые расходы, это и топливо, это и монтировочные расходы, и народная плата водителей, так и косвенные, непосредственно это и транспортные налоги, и страхование, и аренда гаража. Все это мы аккумулируем уже у себя в системе, и по механизмам, реализованным, распределяем по нашим заявкам. По заявкам мы имеем возможность распределять не только напрямую, но и даже перераспределять расходы, ну, например, с технических рейсов на коммерческие рейсы. Какие эффекты достигаются при внедрении системы транспорта ТМС-6-4? Ну, конечно, это снижение количества транспортных средств. При планировании система старается использовать минимальное количество транспортных средств и максимально их заполнять уже самим непосредственным грузом и заказами. За счет оптимальности проезда по точкам мы достигаем эффекты снижения пробега самого транспорта и сокращения суммарного километража, что также повлияет на амортизацию наших транспортных средств. Минимальное время мы уже тратим на планирование самих маршрутов. С учетом различных сценариев работы с системой мы можем планировать рейсы как по типовым маршрутам, если у нас постоянно курсируют транспортные средства на различные точки, зоны, и также на основании автоматического планирования, что также позволяет уже за считанные минуты сформировать рейсы, и по необходимости пользователи всегда могут донести свои коррективы уже со своей опытной точки зрения. Ну и тем самым мы сокращаем дезатраты логистов на планирование рейсов и уже позволяем больше времени посвящать дополнительной работе в отдельном посредстве на производстве. Дальше хочу передать уже слово Антону по складской системе, по функциональным возможностям. Да, еще раз приветствую. Значит, на следующих слайдах я расскажу вам об основных возможностях системы WMS X5, принципах работы. А далее мы перейдем к обсуждению уже интеграционного взаимодействия между системами WMS и TMS, собственно, к различным вариантам этих интеграционных взаимодействий и расскажем об опыте, соответственно, реализации похожих комплексных проектов. Значит, собственно, WMS X5 – это пятое поколение нашей системы, разработанной компанией Axelot. Реализовано оно на технологической платформе 1S8.3, это то, что касается, собственно, сервальной части. Плюс мобильный клиент, который реализован, собственно, в виде нативного приложения под Android и под Windows CE, которые, соответственно, разрабатываются на JavaScript. Axelot WMS соответствует международному стандарту WMS-систем, что подразумевает наличие основных базовых функций, которые перечислены на этом слайде. Ну, в двух словах о них расскажу. Это, собственно, функции, которые присущи многим складским системам, но у нас есть ряд достаточно интересных и не то чтобы уникальных, но интересных вещей. Значит, WMS позволяет автоматизировать складские процессы в разрезе трех блоков. То есть это, соответственно, функции обработки входящего потока товара на склад, это функции обработки исходящего потока товара со склада и внутренней операции. Плюс соответствующий набор сервисной функции типа обработки оборотной тары, 3PL, учет затрат и так далее. Соответственно, в рамках входящего потока сплотская система автоматизирует процесс приемки, планирование размещения, управление кроссдокингом, режимы работы в виде предварительной приемки, доверительной приемки и так далее. То есть различная работа с грузовыми местами, входящими в потоке. В рамках исходящего потока WMS система поддерживает полный спектр обработки товара, начиная от момента планирования отбора, то есть оптимального определения мест и кратности планируемого сборки товара, заканчивая непосредственно процедурами сборки, как на радиотерминалах, так и с использованием бумажной технологии для постационарных рабочих мест. Процедуру упаковки, консолидации, погрузки, отгрузки с дополнительными аналитиками. То есть мы можем фиксировать серийные номера, мы можем фиксировать контрольно-инфикационные знаки, где это необходимо, можем работать с различными уровнями вложенности и так далее. То есть, соответственно, можно сказать, что все, что происходит в рамках современного складского комплекса, может быть автоматизировано в рамках системы WMS X5. Далее чуть более подробно я расскажу про основные функции и то, как эти функции, собственно, выглядят и настраиваются в системе. Значит, на следующем слайде представлена логика визуальной формирования топологии склада. Система поддерживает графический редактор для, собственно, настройки и адресовки фазских помещений. Это нужно, в первую очередь, для визуализации и для, собственно, расчета расстояния между стеллажами, что впоследствии может использоваться для планирования, оптимизации планирования стеллажных операций. То есть, такой визуальный конструктор позволяет, во-первых, отследить взаимное расположение стеллажей друг от друга, рассчитать попарное расстояние между стеллажами и на основании этого проложить маршруты с учетом ограничений в виде стен, каких-то там лестниц и так далее. То есть, при работе с погрузоразгружочной техникой, когда мы говорим о регерсивных задачах, когда погрузчик привезет, допустим, палет в зону приемки, а потом возвращается чем-то назад, мы можем использовать вот эти расстояния, собственно, для минимизации пробегов. Ну и выглядит это достаточно визуально просто и понятно. С помощью этой обработки также настраиваются порядки отхода, рейтинги, ячеек и прочие вещи, которые нужны для визуализации. Соответственно, с точки зрения учета продукции на складе, система позволяет обрабатывать товар разной вложенности. Помимо разной вложенности, то есть штуки, коробки и палета, система позволяет работать с различными конфигурациями упаковок. Конфигурация упаковки подразумевает ситуацию, когда у нас есть продукция, которая вкладывается друг в друга, то единицы этой продукции вкладываются друг в друга по-разному. То есть, к примеру, одновременно на складе представлены коробки по 12 и коробки по 15. Мы понимаем, что штуки могут распаковываться из этих коробок, собственно, по разной кратности, но на остатках у нас может находиться коробка конкретной конфигурации. Соответственно, вот это понимание, оно дает нам информацию о том, какая конкретная коробка находится на остатках, и о том, кратно чему мы можем выдать складскую задачу сотруднику, который будет выполнять отбор. Также система использует такое понятие, как местохранение. Местохранение, соответственно, является собой неким уникальным идентификатором, в рамках которого обрабатывается продукция на складе. В качестве местахранения может выступать любая коробка, поддон, то есть любой транспортно-носитель товара. В рамках обработки продукции мы всегда понимаем, в разрезе какого местахранения происходит обработка. Соответственно, на данном слайде представлена отраслевая специфика нашей системы. Соответственно, для каждой отрасли есть определенные фишки, которые могут быть интересны именно для нее, и их система позволяет также поддержать и автоматизировать. Что касается продуктов питания, мы работаем с сроками годности и датой производства. Система позволяет отслеживать остаточные сроки годности, настраивать гибкие стратегии изменения состояния продукции, хранимой на складе, в зависимости от процента остатка срока годности, либо от количества дней остатка срока годности. Мы можем поддерживать некие требования контрагентов по отгружаемой продукции, то есть это запасы годности при отгрузке, запасы годности при приемке и так далее. При работе с мерным товаром, соответственно, дополнительный параметр учета, который позволяет нам фиксировать еще и массу продукции, либо длину продукции, помимо базового количественного учета. Соответственно, партионный учет, который используется при обработке сырья, производственных складах и так далее. Работа с партиями позволяет управлять еще и состояниями партии, то есть блокировка партии до прохождения контроля ОТК, к примеру, на приемке сырья. Блокировка серий при работе с фармацевтической продукцией и так далее. Соответственно, также система поддерживает фиксацию дополнительных атрибутов. То есть речь идет об акцентных марках, если мы говорим про алкогольную продукцию. Серийные номера, ну, соответственно, это любая техника, которая требует фиксации серийных номеров, в том числе для каких-то гарантийных талонов и прочего. То есть это может быть автомобильная техника, компьютерная техника и так далее. И, соответственно, поддержка работы с контрольно-донификационными знаками, то есть то, что сейчас используется в рамках пилотных проектов для фармацевтики, соответственно, обуви, шлуп, автомобильных шин, планах и так далее. Соответственно, все вот эти дополнительные настройки, они опциональны, то есть в зависимости от того, какая продукция обрабатывается на складе, можно настроить поддержку тех или иных процессов для удовлетворения нужных технических требований. Значит, теперь что касается работы с мобильными терминалами. Соответственно, используется мобильная платформа AxiLot. Это приложение, которое инсталлируется на терминалы с операционной системой Android или Windows CE. Соответственно, мы благодаря вот этой разработке можем работать непосредственно с SDK-оборудованием, то есть сканерами штрих-кодов, считывателей и так далее. То есть мы можем управлять событиями сканирования, можем понимать, что нам вращает сканер, разбирать типы штрих-кода и так далее. Базовый вариант работы системы — это онлайн с постоянным взаимодействием сервера. Также возможен режим работы, так называемый гибридный офлайн, то есть когда мы накапливаем часть данных на клиенте и при возникновении связи с сервером передаем их на сервер. Соответственно, мобильная конфигурация сама обладает также открытым кодом, разрабатывается она на языке JavaScript. Вот, собственно, в качестве инструментов разработки используется, опять же, наше приложение, собственно, конфигуратор мобильных решений, который позволяет вести разработку и отладку в среде Eclipse. Соответственно, мобильный клиент поддерживает мультиязычные интерфейсы. Это нужно для, собственно, складов, где работают не-тикоязычные люди. Далее расскажу вкратце об основных моментах отличительных нашей ВМС и перейдем уже к интеграционным взаимодействиям, различным потокам данных. Одним из базовых механизмов ВМС-системы является управление событиями. То есть, когда мы говорим о современном складе и о достаточно высоконагроженных процессах, мы понимаем, что большая часть из них может быть автоматизирована и выполняться без участия операторов. То есть, в качестве подписок на события могут использоваться любые события, собственно, которые по физике происходят на складе. То есть, это изменение статусов документов, это освобождение каких-то ячеек, это выполнение перемещений продукции, приемки продукции. И в ответ на любую подписку может быть настроен обработчик, который, по сути, является реакцией на это событие. В базовом варианте, ну, как один из таких самых часто использующих вариантов, это планирование размещения. То есть, мы завершаем прием по каждому палету, спустя там несколько секунд система планирует размещение места хранения, выбирая оптимальную ячейку. Другой вариант, что, допустим, сотрудник выполняет задачу, фиксируя проблему, допустим, не нашел товар при подборе со складом, система в качестве реакции на это событие создает инвентаризацию или, соответственно, блокирует каким-то образом остатки в этой ячейке для того, чтобы в режиме онлайн, соответственно, отразить те проблемы, которые у нас возникают. Количество подписок и обработчиков, оно достаточно большое, но, тем не менее, если стандартного функционала по той или иной причине не хватит, поддерживается механизм производных обработчиков, то есть без изменения, собственно, кода самой системы, самого ядра, пользователи, ну, собственно, на языке 1С могут настроить какие-то свои собственные примеры и варианты реакции на эти или иные события. Еще один из немаловажных аспектов ВМС-системы – это управление задачами и очередями. То есть в ВМС-системе не используется документальный подход, как в корпоративных системах, и ВМС работает с атомарными задачами. То есть обзадачи подразумевается любая операция, связанная с перемещением либо объекта хранения с плосковой СКЮ, либо место хранения, то есть палеты, короба и так далее. Задача, она, соответственно, включает в себе базовую адресацию, то есть подойти к такой-то ячейке, взять такой-то товар в нужном количестве и, соответственно, конечная адресация, куда это нужно все положить. Для управлениями задачами в системе используется механизм, который называется очереди задач. Очереди представляют собой группировку этих задач по настраиваемым критериям, что позволяет распределять задачи между сотрудниками, распараллеливать сборку, ну, как пример, и прочие складские операции, и настраивать для каждых очередей свои правила выполнения, свою логику алгоритмов. То есть настроики очередей, они достаточно глубокие, они позволяют настроить последовательные действия, которые сотрудник выполняет на терминале сбора данных, указать, какие операции он выполняет, какие данные он вводит и так далее. Ну и, соответственно, для каждой очереди также фиксируется способ ее выполнения. То есть какая-то операция, к примеру, приемка, либо упаковка, может выполняться как с терминалом сбора данных, так и с стационарным рабочим местом, с подключенным сканером и так далее. В зависимости от способа, собственно, набор настроек, он также разный. То есть мы можем настроить чуть ли не индивидуальные правила для различных сотрудников, для выполнения тех или иных операций, в зависимости от их компетенции и квалификации. Соответственно, тоже один из интересных моментов, о котором я уже ранее говорил, это логика управления погрузо-разгрузочной техникой, которая позволяет, зная, собственно, расстояние между стеллажами, зная полный ползадач, настроить некие реверсивные схемы взаимодействия. То есть когда погрузчик приезжает с палетой в зону приемки, потом получает задачу на ближайшую к нему палету с ворот приемки, возвращает ее обратно на склад в рамках операции размещения, потом получает ближайшую к нему задачу на пополнение, собственно, выполняет пополнение, получает ближайшую к нему задачу на подвоз продукции к воротам и выполняет этот подвоз. То есть сотрудник работает в рамках общего нефициальной очереди, система на основе гибких приоритетов подбирает ему задачу. То есть это позволяет нам сократить холостые пробеги, когда сотрудник, соответственно, без палеты просто перемещается по складу в поисках другого ближайшего задания. Значит, далее мы перейдем к, собственно, схемам взаимодействия. Расскажем совместно, какие варианты взаимодействия между Аксилоп-МС и Аксилоп-ТМС корпоративной системой могут быть использованы. Расскажем различные варианты, мы, собственно, покажем, как эта схема выглядит и перейдем к тому, как это было реализовано на ряде проектов. Значит, один из вариантов планирования заключается в том, что изначально заказ клиента из системы ERPIM одновременно транслируется и в систему КМС и в систему ТМС. Соответственно, при такой концепции работы обработка заявок на перевозку в транспортной системе и обработка заказов на отгрузку в складской системе, она происходит параллельно. То есть, в качестве складских операций, в виде складских операций мы используем процедуру сборки товара и комплектацию грузов. После этого мы передаем данные по скомплектованным грузовым местам транспортной системе, на основании которой уже происходит планирование доставки. То есть, при таком варианте работы транспортная система, она ожидает отклика от складской по конкретным грузовым местам, которые мы на складе сформировали. Это оптимально использовать в всех случаях, когда базовый объем товара, который у нас есть изначально, собственно, в виде заказа клиента, он не дает нам точное понимание, сколько же грузовых мест у нас получится, как они будут сформированы и какие, соответственно, грузовые места у нас могут быть получены. Очень часто используется при работе с сетевыми клиентами, когда есть какие-нибудь уникальные правила укладки, и объем товара может быть небольшой, но, соответственно, палета будет сформирована целая. В обратную сторону, от МЭС система передает информацию о спланированных маршрутах, соответственно, погрузка в рамках складской системы происходит уже на основании рейса. И здесь тоже один такой немаловажный аспект взаимодействия – это передача информации по порядку объезда, спланированных маршрутов из транспортной системы на склад. То есть мы на складе можем настроить приоритизацию задач на погрузку в порядке обратном, в порядку объезда точек, для того, чтобы, соответственно, в курсе транспортного средства продукция была загружена так, чтобы экспедитор потом не искал ее на точке и доставал ближайшие к нему грузовые места. С точки зрения интеграции с корпоративной системой, здесь, может быть, предусмотрен пакет на отличие документов по рейсам, то есть по факту погрузки на основании, собственно, спланированного маршрута, из РП печатается весь комплект документов, который передается уже экспедитору с информацией о том, на каком транспортном средстве будут находиться те или иные заявки. Соответственно, другой вариант взаимодействия, он предполагает предварительное планирование и подбор тара, то есть, собственно, инициатором этого действия у нас также является корпоративная система, как и всегда. Но здесь нюанс заключается в том, что мы сперва производим предварительный подбор тары, то есть, так называемая задача к организациям, которая выполняется на стороне ВМС-системы. Далее на основании подобранной спланированной тары транспортная система уже поднимает количество грузовых мест предварительное, то есть еще до фактической сборки заказа. И на основании этого происходит консолидация заявок и планирование маршрутов. Соответственно, на складе в этот момент происходит непосредственная сборка товаров. Мы можем предусмотреть дополнительную передачу уже уточненного состава грузовых мест транспортную систему для какой-то возможной корректировки. Ну и, соответственно, консолидируется продукция на складе уже в зоне готовых заказов по спланированным маршрутам. Соответственно, финальная стадия этого взаимодействия, она, собственно, на этих схемах одинаковая. То есть, продукция грузится в транспортное средство по рейсам, и на выходе у нас печатается комплект документов на то или иное транспортное средство. Значит, здесь, возможно, следующий слайд показывает концептуальные варианты взаимодействия систем при управлении складской территорией. То есть, когда мы говорим о ВМС-системе, это модуль управления двором, который, собственно, работает для планирования, предназначен для планирования работы ворот, для отслеживания статуса транспортного средства на территории складского комплекса и для управления, соответственно, фиксации постановки машины на погрузку, взвешивания машины, фиксации въезда-выезда на территорию и так далее. Значит, Александр, давай тоже со стороны ВМС. Да, по части системы, уже в модуле планирования рейсов, система, во-первых, контролирует также доступность ворот по типу транспорта. Это необходимо для корректного учета и планирования приезда водителя на склад, на отгрузку. Также используем приоритеты по воротам уже в дальнейшем. Мы пересчитываем все наши маршруты с учетом доступности складских ворот, с учетом их графиков работы. Это также немаловажный момент при планировании рейса, так как при изменении, опять же, начала погрузки товара там на складе, то могут сдвигаться временные окна. Поэтому это очень важно учитывать при первоначальном планировании уже самих рейсов. Дополнительно, следующим этапом это уже прохождение семих точек, то есть приезд водителя на склад. Мы данную формацию фиксируем, также имеем возможность уже передавать в складскую систему для дальнейшей обработки данных. Да, то есть здесь идея заключается в том, что фиксация въезда машины на территорию складского комплекса, она может происходить как посредством некого ручного поста охраны, так и путем получения данных из транспортной системы, как раз-таки при использовании спутникового мониторинга, при понимании, что машина приехала на территорию склада и так далее. Соответственно, планирование работы ворот с точки зрения склада, мы с ним вот эта вот точка, момент планирования, она подразумевает то, что мы планируем перемещение готовых заказов к воротам, тем, которые были спланированы, и, соответственно, инициируем операцию погрузки. Вот, аналогичный процесс взаимодействия, он у нас происходит при выбытии машины с территории складского терминала, когда, опять же, складская система инициирует транспортную систему о том, что пройдена первая точка маршрута, то есть погрузка для того, чтобы на стороне транспортной системы эта информация вручную не дублировалась, вот, а далее транспортная система, соответственно, уведомляет под систему управления двором о том, что машина покинула территорию нашего складского комплекса и о том, что рейс, соответственно, является погруженным и закрытым с точки зрения склада. Ну и да, и также мы дополнительно можем получать информацию с точки зрения до товарного состава, грузовых мест и уже фиксировать на стороне ТМС все погруженные заказы до каждой единицы, что также в дальнейшем влияет на исполнение маршрута, если там какие-то вычерки на складе были. Следующий вариант использования – это уже формирование потребностей на этапе входящего потока. В этом случае мы также формируем там заявку поставщику в корпоративной системе. В дальнейшем эта информация дублируется как в транспортную систему, так и в складскую систему. По первому варианту здесь мы работаем как раз-таки с, например, поставщиками, формируем рейсы и при осуществлении уже погрузки груза в точках поставщика, мы передаем дополнительную информацию в складскую систему, там формируются плановые приемки, опять же, для распределения работ складских сотрудников. И на основании этих данных также мы производим печать документов, пакетная печать в корпоративной системе. Если говорить также не только о входящем потоке, как о получении груза от поставщика, но мы им передаем информацию о вычерках, если были в точках клиента. То есть мы спланировали какой-то маршрут. Водитель поехал у нас по маршруту, по клиентам, и в точках какие-то проблемы возникали, либо не было клиентов, либо какой-то там бракул обнаружен, либо прочая ситуация, которая требует возврата товара, груза обратно на точку погрузки на склад. В этом случае мы дополнительно передаем информацию, как в корпоративную систему уведомляем, соответствующих менеджеров, либо других ответственных сотрудников. Помимо этого мы можем уведомлять и сотрудников транспортного отдела, то есть логистов и диспетчеров, о произошедшей такой ситуации в дальнейшем, обеспечено взаимодействие между водителем и диспетчером о принятии того или иного решения по выполнению с грузом, и, конечно, передаем информацию на склад, опять же, о возвратной продукции. Да, вот этот момент, он как раз-таки достаточно интересен с точки зрения взаимодействия двух систем, потому что если нет в обратной связи транспортной системы, то зачастую возврат создается сотрудниками склада по факту, то есть никто заранее не знает, что же все-таки приедет в этом транспортном средстве, потому что нет никакого средства это зафиксировать. И без такого взаимодействия процедура приемки возврата, она обычно достаточно сложная. То есть сначала кто-то проверяет визуально, что за продукция приехала, потом создается документ возврата в корпоративной системе, он выгружается в складскую систему, и уже происходит реальная приемка с использованием средств МЭС. При такой схеме мы еще заранее до прибытия машины на территорию склада с возвратом обладаем данными о планированном возврате как в корпоративной системе, так и в полской системе. Соответственно, процедура передачи товара от экспедитора сотрудникам склада, она существенно упрощается, причем как бы в безумажном варианте работы, потому что экспедитор это также фиксирует с помощью мобильного клиента, и сотрудники склада также с помощью терминала в разрезе документа отгрузки обрабатывают этот возврат и размещают продукцию на местоправление. Ну и, соответственно, естественно, в рамках входящего потока также все, что связано было с взаимодействием по дотроисползской территории, то есть управление двором, оно также используется. То есть с точки зрения складской системы документ, как бы, рейс, который у нас включает данные по прибытию машины, он, собственно, может использоваться как при обработке входящего потока, так и при обработке исходящего потока. Значит, далее опять передам слово коллегиям. На следующих слайдах мы расскажем о примере взаимодействия на, собственно, различных проектах. Да, о первом проекте, который хотели мы рассказать, это проект автоматизации «Авант». «Авант» представляет из себя крупную российскую розничную сеть, которая специализируется на продаже детских товаров, содержит очень большой набор единиц продукции. Также компания активно осуществляет продажу через интернет-магазины, розничные магазины, также оптовые поставки по Москве и Московской области, дополнительно также осуществляются поставки продукции в регионы. Если говорить об организационных рамках самих проектов, то количество заявок в день, обрабатываемые компанией, это до 400, используют собственные транспортные средства, объект автоматизации, это город Москва, и площадь склада порядка 4000 квадратных метров. Пример взаимодействия на самом проекте. Здесь интеграция производилась с корпоративной системой 1С управления торговлей. Заказы клиента передавались как в систему TMS-X4, так и в складскую систему WMS-X5. Далее, если говорить о транспортной системе, то мы определяли по каждому заказу географические зоны этого заказа для включения в дальнейшем таких заказов уже в маршруты и передавали такую информацию на складскую систему. Дополнительно, мы актуализировали информацию по адресу, так как не всегда адрес указанной заявки на самом деле соответствует адресу, в точке которого клиент планирует получить груз. Это также уже информация обрабатывается диспетчерами транспортного отдела непосредственно. И в дальнейшем по итогу спланированных маршрутов мы также получаем детализацию по грузовым местам от складской системы. Те самым мы уже имеем возможность спланировать грузы в соответствующие транспортные средства, чтобы исключить ситуацию с перегрузкой транспорта как по объему, так и по массе груза. И уже отправляем рейсы на доставку. Тем самым через транспортную систему мы имеем возможность информировать клиента о доставке груза, о ожидании водителя. Это все также реализовано путем интеграции уже соответствующих всех данных от складской системы при получении факта комплектации груза. И дальше уже через транспортную и корпоративную систему все эти статусы аккумулируем. И каждый сотрудник уже имеет возможность в своем контре работы видеть оперативно всю информацию по заказу. В какой момент производятся те или иные действия. Если говорить об эффектах внедрения, то на проекте АЛЛАНД, во-первых, добились оптимизации маршрутов доставки, также были снижены расходы на собственный парк с учетом минимизации и пробега транспортных средств, также уменьшение количества транспортных средств на доставке. Тем самым мы достигли еще более высокого качества доставляемого сервиса организации. Клиент всегда уже будет уведомлен о статусе заказа, будь он собран, будь он уже отправлен на доставку. И также была снижена нагрузка на сотрудников службы доставки. Мы предоставили, реализовали возможность работать в едином информационном пространстве, где все данные непосредственно взаимосвязаны друг с другом. Так как была одна из проблем, это работа в множестве систем, одному сотруднику, что также иногда затрудняло работу. Это что касается непосредственно проекта АЛАН. По проекту Хогрер хотел бы передать информацию тогда Антону. Да, расскажу вкратце об этом проекте. Это, собственно, был первый проект, реализованный нами в рамках логистической платформы. Сначала была запущена система управления складом, спустя небольшое время была запущена система управления транспортом. Хоград – это компания, которая является дистрибьютором инженерных систем для отопления и сантехники. Скаловской комплекс, соответственно, Бутова, который мы оптимизировали. Собственно, параметры склада и параметры перевозки, они показаны на этом складе. То есть количество заявок, количество собственных транспортных средств. Проект этот был, соответственно, запущен в прошлом году. На текущий момент обе системы вписаны в интеграционный контур предприятия и взаимодействуют с системой ОПП. Значит, соответственно, на следующем слайде приведена система, схема взаимодействия. То есть в качестве корпоративной системы здесь используется 1С ОПП, который инициирует, собственно, процедуру сборки и планирования доставки со стороны склада и со стороны, собственно, транспортной системы. Здесь, так как это доставка обычно до магазинов, а не до конечных клиентов, схема взаимодействия чуть проще, чем в Алайнсе. То есть не используется предварительная верификация адресов и не используется группировка по геозонам предварительная. То есть здесь процессы планирования доставки и планирования, собственно, с колоской сборки, они запараллелены. То есть по факту детализация грузовых мест по заказу, она может происходить как до начала планирования доставки, так, соответственно, и после планирования доставки, как уточняющий фактор. Соответственно, процесс с колоской, он, собственно, последовательен. Сначала выполняется комплектация, потом выполняется упаковка. После упаковки эти данные передаются в транспортную систему. Ну и, соответственно, также в рамках этого проекта схема по возвратам, которую мы до этого отговаривали, она также была реализована. Значит, если говорить об эффектах внедрения, то есть с точки зрения складских задач, мы решили, точнее, решили зависимость от бумажной технологии за счет отказа от нее. То есть все складские процессы были переведены на работу с терминалами сбора данных. Бумага также исчезла и на этапе планирования доставки, то есть вместо бумажных талонов на доставку стали использоваться электронные документы. За счет этого произошло снижение зависимости от человеческого фактора. Вот, автоматическая приоритизация заказов на сборку в складской системе и, соответственно, упрощение процессов обработки возвратов и погрузки в транспортные средства. С точки зрения транспорта, также основной целью и задачей, которая была решена, это было оптимизация маршрута доставки и точное планирование рейсов за счет, соответственно, понимания весогабаритных характеристик. Соответственно, заполняемость транспорта, она была улучшена. Вот. Далее передаю слово коллеге, подведем итоги нашего вебинара, расскажем, соответственно, о главных целях взаимодействия, о его плюсах, ну и, соответственно, перейдем к завершающей части. Значит, соответственно, в чем является плюс внедрения двух систем одновременно? То есть мы говорим о энергетическом эффекте, который достигается именно за счет параллельного внедрения склада и транспорта. То есть здесь мы сразу говорим о единых событий моделях взаимодействия, потому что вот эта логика обработки событий, собственно, подписанных и обработчиков, она реализована как на стороне складской системы, так и на стороне транспортной системы. То есть мы сокращаем взаимодействие, ну, количество, собственно, точек взаимодействия. Мы обеспечиваем централизованное управление всей логистикой и передачу, собственно, всех этих данных в корпоративную систему. То есть здесь удобство следующее. что менеджеры и клиенты, собственно, они имеют доступ через единую точку к событиям обработки со стороны склада, так и к событиям обработки со стороны доставки. То есть, по сути, это некий прозрачный контур, который взаимодействует друг с другом с помощью сервисной шины и позволяет консолидированно решить эти общие стоящие перед нами задачи. То есть при параллельном внедрении транспорта и склада в целом можно добиться больше успехов, чем при последовательном внедрении, либо при внедрении только одной из систем. Ну, собственно, на этом спасибо за внимание. Наша презентация закончена. Если будут у вас какие-то вопросы... Да, если какие-то вопросы у вас остались, вы можете к нам обратиться по нашему номеру телефона, позвонить в офис 8495-961-2609, либо прислать свой вопрос, либо запрос, что-то вам стало непонятно, если вы хотите что-то уточнить, на нашу почту omsobakaksilo.ru. Также напоминаю, что запись сегодняшнего вебинара вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube, также на нашем сайте будет запись сохранена. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы есть, будем от вас ждать обратную связь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.